День добрый! Хотела с вами немного поговорить о таком инструменте, который называется ЛЭП-2. ЛЭП-2 – это онлайн-инструмент, онлайн-опросник, который позволяет провести оценку навыков руководителя в формате 180 градусов. ЛЭП-2 – профиль действий лидера. Что мы с вами можем сделать? Руководитель сам оценивает себя, и его оценивают его сотрудники. Конечно же, весь этот онлайн-ассессмент конфиденциальный. Руководитель не будет видеть, кто какие оценки ему поставил. В этом смысле здесь все очень правильно сделано. При всем при этом, что это нам дает? Это нам дает реальную картину, как руководители видят его сотрудники. Есть ли разница между тем, как он воспринимает себя и как его видят сотрудники? Слишком часто мы видим руководителей, которые говорят, у меня все хорошо, я умею оказывать поддержку, я умею хорошо обучать людей, я даже умею делать коучинг. При этом его сотрудники почему-то картину видят совершенно по-другому. И, конечно же, для руководителя это такая шикарная возможность посмотреть в зеркало глазами своих сотрудников. А какой я на самом деле их глазами? Как мы можем использовать этот онлайн-ассессмент? Первый вариант – это до программы обучения мы с вами проводим этот онлайн-ассессмент. Запускаем саму процедуру, руководитель оценил себя, его оценили сотрудники. И дальше на основании этого уже наш руководитель может поставить себе конкретные цели на обучение. В том числе и мы с вами можем, глядя на ситуацию, адаптировать немного программу обучения. Второй вариант, который мы можем сделать – это у нас руководители прошли обучение, изучили модель ситуационный подход в руководстве или модели SL2. И после обучения через какое-то время мы с вами проводим вот этот онлайн-ассессмент и смотрим, а как руководитель применяет полученные навыки, насколько он эффективен в поддерживающем поведении, насколько он эффективен в инструктирующем поведении, насколько хорошо он ставит цели, насколько хорошо он поддерживает своих сотрудников, чтобы они чувствовали вовлеченность в работу и удовлетворенность и организации, и лидерам в том числе. Третий вариант, который мы можем с вами сделать – это провести оценку до начала обучения, потом наши руководители идут на программу, проходят тренинг, например, ситуационный подход в руководстве, и дальше через какое-то время мы делаем второй раз эту же оценку и получаем с вами сводный отчет, а что изменилось, какие были оценки до начала обучения и какие оценки стали уже после. Вот такой вот есть очень полезный инструмент, который позволяет нам уже не опираться на какие-то внутренние ощущения руководителей, а, собственно говоря, использовать информацию такую же более реалистичную через призму сотрудников, которые работают под руководством данного руководителя. Итак, как все будет проходить технически? Руководителю на электронную почту придет письмо с платформы Blanchard Exchange. Он пройдет по ссылке, зарегистрируется, у него будет личный кабинет. В личном кабинете у него будет вот такое вот окошко, которое называется Lab2 – профиль действий лидера. Он зайдет внутрь и, собственно говоря, прочитает инструкцию, что нужно сделать. Открывает и оказывается вот на такой рабочей панели. Здесь у него есть несколько закладок. Первая закладка – это приглашение и напоминание респондентам. Задача руководителя – сюда зайти, внести сюда электронные адреса своих сотрудников, и им автоматически введет приглашение оценить данного руководителя через призму навыков ситуационного руководства. Минимальное количество респондентов должно быть три. Если респондентов меньше, то, к сожалению, платформа не сгенерит отчет. Есть следующая закладка, которая называется «Самооценка». И здесь наш с вами руководитель зайдет самостоятельно и ответит на те же самые вопросы, на которые отвечают его сотрудники, проставляя себе оценки. Насколько часто я с ними провожу встречи по целеполаганию, насколько подробно я им даю информацию, ну и так далее. И, собственно говоря, когда у нас минимальные требования будут соблюдены, сгенерится отчет вот здесь. Что можно увидеть в этом отчете? Ну, во-первых, вы здесь можете видеть сейчас шкалы по различным видам поведения. Например, вы можете увидеть и шкалы, как отвечали сотрудники, и как оценивал себя руководитель. Например, у данного руководителя мы видим, что с точки зрения постановки цели, он оценивает себя лучше, чем его видят его сотрудники. То есть здесь достаточно большой разрыв. Плюс ко всему вы можете увидеть вот такие ромбики. Это оценка из первого онлайн-опросника. То есть до начала обучения наш руководитель оценивал себя вот так. После обучения он оценивает себя уже вот так. При этом глазами сотрудников ничего практически не поменялось. То есть они не видят никаких изменений с точки зрения, насколько руководитель эффективнее стал применять данный навык постановка смарт-цели. Помимо средних баллов по команде, мы можем увидеть процентильные баллы, которые сравнивают ваши оценки с среднемировыми значениями. Итак, вы можете также посмотреть здесь баллы по шкалам. И вот у нас здесь есть виды поведений, которые относятся к инструктирующему поведению. И здесь у вас есть и оценки из прошлого асессмента, из первого и из второго. Здесь мы можем по каждому виду поведения посмотреть, что происходит, и уже сделать себе какие-то выводы. Также мы здесь можем выбрать поддерживающее поведение. Посмотреть с точки зрения поддерживающего поведения тоже у нас есть 7 видов поддерживающего поведения. По каждому из них тоже можно увидеть ситуацию. Также мы здесь можем увидеть уровень удовлетворенности лидерам и организации. И как наш руководитель оценивал сам себя, и как его сотрудники оценивали удовлетворенность лидерам и удовлетворенность организации. Все то же самое, и средние баллы, и процентильные баллы тоже можно сравнить. Заходим вот сюда. Здесь у нас очень интересный такой блок, он связан с тем, какие стили ситуационного руководства применяются. Что мы видим? Наш руководитель оценил себя вот так, что он в большей степени работает через стиль S3. При этом мы видим, что часть сотрудников очень близко его оценивают, и есть сотрудник, который оценивает его совершенно по-другому. И здесь, конечно же, много вопросов руководитель может задать себе с точки зрения того, почему как бы вот так происходит, что это, я неправильно стиль применяю, я применяю тот стиль, но не на том уровне развития, ну и так далее. То есть здесь большой такой блок можно провести с точки зрения самоанализа. И здесь же мы видим, что у нас треугольничек — это респонденты с такой средней удовлетворенностью, и есть респонденты с высокой удовлетворенностью, имеется в виду удовлетворенность по отношению к лидеру. Что тоже как бы нам может показать, что, предположим, если у нас все сотрудники показывают не очень высокую удовлетворенность лидером, то это тоже вопрос. Или, например, у нас у всех сотрудников будут вот такие зеленые кружочки, это они довольны ситуацией с тем, как их лидер ими управляет. Ну и, собственно говоря, здесь еще один отдельный блок, связанный с удовлетворенностью, где мы видим и удовлетворенность лидерам, и удовлетворенность организации глазами сотрудников. В принципе, на этом можно смотреть, сколько у нас человек показывает высокую удовлетворенность, сколько человек показывает низкую удовлетворенность. Тут много информации для того, чтобы проанализировать и предпринять какие-то действия, какие-то шаги. На самом деле здесь на каждой из этих страниц очень много информации, которую можно анализировать, которую нужно рационализировать и переводить в формат действия. А что я могу сделать, если ситуация сейчас выглядит вот так? Что я могу сделать, чтобы она изменилась в лучшую сторону? Этот опросник — это реальная возможность для руководителя посмотреть на себя глазами своих сотрудников и изменить ситуацию в лучшую сторону. Ну что, если есть вопросы более детальные, с удовольствием ответим. Звоните, пишите и используйте все возможные инструменты для того, чтобы прогрессировать с точки зрения лидерского поведения. Спасибо большое. До свидания.